То есть там ты тренируешься два раза в день, там никакого практически отдыха, ничего такого нету, там не разгуляешься, не покушаешь, что не надо, ты строго-строго в спортивной среде. С такими же людьми, которые также хотят быть чемпионами. И, ну, остался он доволен, что поехал на эти сборы. Наверное, ему в 2017 году как раз таких сборов в Дагестане не хватило перед суперсхваткой с Андре Гальвао. А сейчас у нас начинает свой поединок Родриго Капарал и Эдвин Нажми. Эдвин Нажми в своей коронной высокой стойке, расслабленный, сейчас, наверное, накинет какой-нибудь висячий треугольник. Я вообще не вижу, как Эдвин Нажми сильно напрягается во время схваток, он все время какой-то такой вальяжненький, спокойно работает. А Родриго сразу, видите, схватил его за куртки, съежился. Оп, два балла от Родриго Капарала, внутренняя подсечка. Но я не знаю, дадут ли за нее два балла, поскольку Эдвин Нажми уже падал на черное ограждение и, в принципе, выкатились за татами. Но посмотрим, что скажет Эзикин. Вообще, движение на два балла, как я считаю, было. Обычно, когда мы начинаем инициировать тейкдаун, даже если вы просто, по сути, начали движение тейкдауна и вытолкали соперника за пределы, давались два балла. Может быть, они немножко видоизменили этот нюанс правил. Родриго Капарал стоит, как будто в стойке ММА. Но он как раз... Да, он, в принципе, ММАшник, он не понаслышке знает, что такое... Он больше ММАшник, мне кажется. Да, он, в принципе, ММАшник, он очень активно выступает в боях ММА. Эдвин решил с ним в стойке не стоять, наверное, как раз в связи с этой информацией. Проходит. Ну, не могу сказать, что проходит гард, просто перешагивает одну ногу Родриго Капарал, попадает в хавгард. И посмотрим, как отсюда он себя будет, собственно говоря, вести. У Родриго Капарал был последний бой как раз на прошлом ивенте ECB с Даудом Адаевым. Там он победил... Вот, 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 да, вот эти два балла, которые он... Ну, я не могу сказать, что он их заработал, просто Дауд несвоевременно сделал пулгард. Да. Судьи были вынуждены дать Родриго два балла, и за счет этих двух баллов он, собственно говоря, и одержал верх. А вообще, изначально в этом бою должен был выступать Лукас Роша, а не Родриго Капарал. Да, Эдвин Нажми, я, кстати, тоже видел, что Эдвин Нажми с Лукасом Рошей должен бороться. Сейчас ты сказал, я только сейчас вспомнил, что действительно я думал, что он будет с Рошей бороться. Да, много замен. Ну и вообще, бой этот должен был, ну, по файт-карду происходить несколько позже. Я удивился, когда у нас появилась графика с Родриго Капаралом и Эдвином Нажми. Посмотрим, будут ли иметь место те бои, которые предполагались до этого. Я думаю, что без них мы точно сегодня не останемся. Надеюсь, там, потому что два интересных поединка. Не встречались никогда прежде между собой Родриго Капарал и Эдвин Нажми. Возможно, это даже в чем-то понятно, потому что Эдвин Нажми посерьезнее, наверное, все-таки. Ну, не то, что, знаете, он с первого же ЭСИБи сразу заработал титул и как бы уже на самую верхнюю строчку пришел. Родриго Капарал на эту верхнюю строчку с ним. Ему еще нужно наработать эти титульные амбиции, нужно выиграть несколько спадок. Еще на Берку-3, да, выступал Эдвин Нажми, то есть с очень давних времен. Это с Майкла Ланги, да, он выступал как раз на Берку-3 или нет? По-моему, да. Я просто точно... Сейчас, у меня точно эта информация записана, если вы мне дадите буквально одну минутку. Я помню точно, он выступал против Майкла Ланги, но я не могу утверждать, был ли это Берку-3 или Берку-2. Мне кажется, 3, потому что на втором Берку-3 у нас были совсем другие схватки. Не, на втором Берку-3 еще не участвовал Эдвин Нажми. Да, значит, это был третий турнир Берку-3. 6-3 вообще статистика на Эси-Би у Эдвин Нажми. Очень неплохая. Да, он проиграл Марсио Андре за титул в Эси-Би Джулису Ноги, потом он проиграл Дави Рамосу титульный поединок. И последним бою он проиграл Луану Карвалю. И последним он Луану Карвалю проиграл, мы смотрели этот поединок. Это как раз в прошлый раз было. Да, 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 где он сначала закинул треугольник, Луан так неоднозначно покинул пределы ринга. Помните, да, этот эпизод? И в итоге до судейского решения дошел тот бой. Да, вот Берку-3, Эдвин Нажми боролся с Майклом Ланге, как я и сказал. Ну а сейчас Эдвин Нажми демонстрирует... Кстати говоря, я тоже боролся на этом турнире Берку-3. Я почему-то думал, что я эту схватку смотрел... Ну, наверное, я смотрел ее по телевизору, потому что мне было тогда не до нее. А потом просто в повторе и посмотрел. Да, забирает спину Эдвин Нажми. И мне кажется, сейчас он будет пытаться финишировать. Не хочет он на вторую... Да, будет финишировать, забрал он реальный кичок. Есть досрочная победа от Эдвина. Как я и говорил, абсолютно очень агрессивный человек. Знаете, он может валяжно бороться, ничего у него может не получаться. Одна какая-нибудь маленькая ошибка, смотрите, вот. Прошел гард Родриго Капарал. Из пройденного гарда вставил колено. Кстати, очень интересный эпизод. Я постоянно своим ученикам говорю, что вот если вы проходите... Ну, в общем, ситуация была, что у него бицепс был в спайдер-гарде. С бицепсом в левой руке в спайдер-гарде вправо гард проходить не стоит, поскольку вот можно попасться вот на то, что сейчас как раз и произошло. Если будет повтор, я обращу на это внимание, чтобы вы поняли, где именно, скажем, тут ошибочку довершил Родриго, которая стоила ему победы. Эдвин НОГСМИ!